Вы смотрите обзор Хекарима, Тени Войны. Хекарима это быстрый рукопашный боец, лучше всего подходящий для джангла. Будь то разламывание лицем вокруг или врыв во вражескую команду, он все делает на большой скорости. Пассивка Кентавра Варпас. Он игнорирует крипов и героев, а часть его скорости добавляется к урону. Умение Рампэйдж наносит удар по всем врагам вокруг. С каждым попаданием удары заряжаются быстрее. Если несколько секунд Рампэйдж никого не задевает, то ГД возвращается к нормальным значениям. Это основное умение Хекарима, поэтому нужно взять его на первом уровне и максить девятому. Spirit of Dread создает вокруг лошади ауру, повреждающую всех противников внутри. К тому же, весь урон, нанесенный врагам внутри ауры, лечит Хекарима. Хороший урон и неплохое лечение выводят этот скилл на второе место, максимум его к 13 уровню. Devastating Charge на пару секунд дает постепенно растущий бонус к скорости. Если наш персонаж атакует кого-нибудь, то жертва будет отброшена назад. Также, основываясь на пройденном расстоянии, эта атака нанесет дополнительный урон. Devastating Charge помогательный скилл, так что взять его стоит пораньше, но развивать до конца не раньше 18 уровня. Ульта Хекарима on Slate of Shadows. Он бежит в указанную область, повреждая врагов и обращая их в бегство. Рядом с кентавром появляются призраки, которые также наносят врагам урон. Как всегда, ульту нужно брать на 6, 11 и 16 уровнях. Нашему персонажу нужны урон, выживаемость и скорость. Руны выбираем соответствующие. Красный на пробивание брони, желтый на броню, синий на защиту от магии и квинты на скорость бега. Мастерис можно порекомендовать 9, 12, 9. Армпен в первой ветке, здоровье и урон во второй, и скорость бега, и плюс время бафов в третьей ветке. Если вы не джанглите или играете в доминионе, то уберите урон по крипам и возьмите еще резистов. В 5 на 5 начинаем с собаком и бутылками. Срочно покупаем фонарь и Аегис, затем сапоги на защиту. Тринька станет следующей серьезной покупкой. Потом берем Мауф Малмортиус и Фроузен Харт. До минимум не делаем все так же. Стартуем мы с сапогами, бутылками и Проспектор с Блейд. Затем Аегис оф Зе Лиджион, вторые ботинки и Тринити Форс. Затем смотрим на врагов и выбираем, что нужнее. Рандуин Саумен, Мауф Малмортиус и Джон Блейд или Ласт Виспер. Постарайтесь всегда нападать на врагов со спины. Включаем до вас Тетин Чар, приближаемся к Галлио и загоняем его под башню. Рампэйдж и Спиритов Ред наносят врагу кучу здоровья, ну а Насус наносит последний удар. Давайте взглянем на бой еще раз. Хикариму необходимо находиться рядом с врагами, чтобы максимизировать свой урон. Обратите внимание, что после каждой атаки персонажу отдается приказ идти в сторону башни, таким образом лошадь не отстает от противника. Не забывайте пользоваться интересными особенностями в механике Хикарима. Прежде чем отправить Израила в полет, используйте рампэйдж, так как дополнительная скорость от Devastating Charge работает вместе с Warpath, тем самым вылечивая урон. Включается Гост, и Рампэйдж и Спиритов Дред становятся последними в жизни парня. А Устлайтинг оф Шатунс не дает Калли убежать, и она умирает, не оказав сопротивления. Наконец, пока Спиритов Дред еще работает, Рампэйдж и Смайд позволяют вылечиться и не умереть самому. Когда джанглите, старайтесь поддерживать заряды Рампэйдж для скорейшей зачистки леса. Добив скиллом последнего монстра, быстрее бегите к следующим крипам. Сразу же применяйте умения на них, и так далее. Здесь точка защищается настолько быстро, что смайтану в красный баф, лошадь использует все свои скиллы и убегает, совершенно не пострадав. Не забывайте, что Устлайтинг оф Шатунс заставляет врагов бежать от вас. Напав на Рамуса, убеждаемся, что он бежит к нашим союзникам. Девастинг Чарж забрасывает его дальше, Рампэйдж сносит ему здоровье. Забрав скальп, отбегаем от башни, затем разворачиваемся, уже уходя от Морганы. Применяя Устлайтинг оф Шатунс сразу после Девастейкин Чарж, вы нанесете больше урона и сможете отбросить противника в нужную сторону. Галли неудачно встревает и умирает до подхода подкреплений. Затем страдают наименее защищенные члены вражеской команды, Морганы и Кайли. Девастейкин Чарж позволяет забежать за спину Рамуса за мгновение до того, как тот затаунтит нашего героя. Броня позволяет танковать башню достаточно долго, чтобы союзники пришли и уже убили ежа. В домине у неускоряющие точки особенно полезны Хикарему, ведь они увеличивают его урон. Это позволяет убить Нидали, а затем и убить Физа. Такая скорость позволяет нашему кентавру уворачиваться от скиллшотов. Разобравшись с Нидали Фиорой, начинаем бить Физа. Уворачивая от его скиллшотов и удачно нанося ему много урону, все-таки враг умирает. Так и не смог подамажить по Хикарему. Спасибо за просмотр, а видео переведено и озвучено специально для GameZed.ru Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! видео.